Я агитирую всех немножко следить за новостями, особенно если вы будете развиваться в какой-то из любых сфер, ну в любой сфере развивайтесь, но условно если вы пишете на перле, за новостями следить особо не надо. К сожалению, когда вы разрабатываете... Ты, кстати, да, ты что-то делал, забываешь про семерку первого, модно типа... Ну, хотел спросить про PHP, я тоже понял, что седьмой PHP вышел, он такой крутой номер. Наверное, нужно что-то некрофильное типа DBA2 или еще... На самом деле нет, про хп7 не сильно крутой, но... Надо говорить про более брутальные вещи, которые не меняются... Хорошо, хорошо, вы меня уели на эту тему, но суть в том, что с тулами, а мы сегодня будем говорить именно о тулах, То есть, если в оведении меня настоятельно просили говорить о концепциях в целом... Сегодня, сейчас точнее, о концепциях мы говорить особо не будем, будем говорить о скуке смертной под названием тулы, Что с ними примерно делать, происходит и на какие моменты стоит обращать внимание непосредственно в разработке. Поэтому, то есть, я попытался сегрегировать, естественно, не только свой опыт, Мой опыт относительно умеренный, относительно тех коллег, с которыми я обычно работал, Но с коллегами я люблю совещаться и у них всякие кейсы стаскивать. Поэтому часть кейсов не мои, но они подтверждены какими-то, либо нашими, может быть, внутренними отчетами, Либо с предыдущих мест каких-то работы. То есть, в целом, правда. Если где-то вам покажется, что я использую какую-то совсем устаревшую версию, Хотя все было валидно вроде бы на момент 1 ноября, то это нормально. Потому что бигдатовские тулы, особенно, как я уже пожаловался, всякие спарки, Любят обновлять себя очень часто, там выходят новые функции. И мы с вами, в какой бы момент ни зафиксировались, какой бы образ ни скачали, Мы никогда не сможем иметь в нем вот все самое готовое. Потому что, понимаете как, кто-то выпустил там сырой релиз, кто-то уже может взять и поиграться. Но чтобы это воткнуть в образ, который будет синтегрирован с остальными кусками, А это, кстати, очень важно в этом мире, чтобы это хоть как-то интегрировалось, Форматы дружили, IPI был для кого-то открыт. К сожалению, все вынуждены немножко задерживать ситуацию. То есть, иметь не последнее, а предпоследнее или предпредпоследнее релиз. И тогда люди могут выпустить образ, он всегда отстает на несколько месяцев. А в продакшн вам нужен не просто образ, а еще и протестированный образ, О котором все сказали хорошо. Ну, примерно, как с Ubuntu в ситуации. Все любят 1204. Все любят заказчики 1204, потому что у его друзей 5 лет назад все было хорошо на 1204. Бизнес летел. Я буквально еще парочку моментов вернусь к ссылкам. Я делаю это, конечно же, для собственного пиара, но если отбросить все эти приколы и кахряшечки, то есть большая проблема именно с русскоязычным, на мой взгляд, контентом в этой области. Не конкретно в области Java, конечно. Java это моя личная балластовка, потому что я Java тренер. А непосредственно с бигдатским материалом очень много англоязычных. Я, соответственно, пытался у себя просто собрать соответствующие ивенты и именно контент. То есть книжки, обзоры книжек и обзоры видеоматериалов, которые выходят именно на русском языке. Почему на русском? Я понимаю, что все знают английский. Ну, будем честны, русский язык это наше ключевое преимущество, потому что скорость его восприятия у нас всегда будет, даже какой бы у нас advanced English не был. И когда специалист объясняет что-то, несмотря на то, что у него половина слов на английском, потому что все эти названия, тулы и методы не будут на английском, когда он их русифицирует, наш мозг намного продуктивнее. Вы экономите эти самые ваши доллары за ваши вечера и так далее. Самой лучшей, на мой взгляд, здесь является так называемая Big Data User Group в Беларуси. И они первые, кто, наверное, год уже производит полноценный контент на русском языке. Вы понимаете, что в Беларуси все говорят только на русском языке, причем еще почаще нашего сибирского, что бывает иногда, они же с телевизором его знают. Вот, поэтому это скорее такая хорошая классика. У них очень много ребят, которые работают в продакшене, Беларусь столица аутсорса. Поэтому, если вы делаете именно Big Data аутсорсный проект, то нужно следить за такими ребятами вроде беларусов. Ну, еще раз говорю, чтобы не следить за всеми входными точками в Рунете, можно, пожалуйста, подписаться на такие вещи. Я стараюсь их всех обозревать. Начнем с минутки хейтерства. Так получается, что у нас изо всех щелей торчит JavaScript в современных приложениях. То есть я здесь выявил просто какие-то типичные вещи. Казалось бы, при чем здесь JavaScript? Но проблема в том, что у нас даже бэкэнг и бизнес-логика появляются на JavaScript. И мне в такой ситуации всегда хочется сказать. JavaScript, ты не пройдешь. Я могу обороняться каким-то образом при помощи Java. И вот, если честно, Big Data Tulu – это одно из последних прибежищ Java, в которой я много на эту тему хейтил весь последний год. Я сейчас не буду подробно на эту тему рассказывать. Скажу, сейчас туда грязными руками лезут и питанисты, и скалисты. И, наверное, скоро уже и не останется какой такой отрасли. Поэтому на сегодняшний день, в декабре 2015 года, я уже не могу вам положа руку на сердце сказать, что вот Java – это единственный способ работать с большими данными. Вот сейчас это уже не так. И уже, наверное, даже она здесь начинает всем уступать. Но пока еще рабочие проекты, начинающиеся проекты, они еще могут стартовать на Java. И это будет самый выгодный какой-то кусок. Если вы Java не знаете, если вы не знаете особенности работы JVM, многопоточности именно в Java, у вас будут проблемы не на уровне написания логики каких-то Big Data Tool. Но вы не сможете оттюнить и диагностировать простейшие ошибки. Ну простейшая ошибка Hadoop – класс какой-то не найден и загрызился. Нужно понимать модель загрузки классов Java. Или у вас обвалился задача, потому что у вас на самом деле Java поток в каком-то маленьком режиме. То есть есть разные режимы запуска у Hadoop, и один позволяет эмулировать кластер на одной вашей машине. И вот если вы не понимаете, какие исключения бросают Java потоки, вы видите вот такую портянку, вот такой stack trace, что там делать? Надо сходить к Javist, у Javist захажет. Я-то в Hadoop никогда не видел вообще никогда, что ты мне показываешь? Ну скажет вам ошибка Java потока. То есть должна быть определенная синергия. Много инструментов написано на Java, на SQL-ных. Например, я, по примеру, люблю HBase, Cassandra, и опять же их ошибки. Ошибки JVM в том числе. Вы можете понимать, когда Java вы знаете. Причем не обязательно знать там Spring и Kubernetes Java. Мы сейчас учили джавистов у себя, именно Java core-скиллы для Big Data Pool. Мы просто скипнули все вещи, которые связаны с Enterprise, потому что это их ни капельки не приблизит к пониманию. Мы натаскивали ребят именно непосредственно по компиляторам немножечко, по исполнению кода, по моделям многопоточности в C++, в Java. И вот если у вас было какое-то тяготение в этим областям, то вам повезло. Если же вам нравилось ваять на AngularJS, вам будет сложновато. Хотя, какой-то UI, конечно, во всем этом мире существует. В общем, это то примерно, о чем я говорил. Все это дело крутится на JVM. Да, читайте эту искреннюю шутку, если ее видно. И вам с JVM надо знать. Еще надо знать, с какими флажками она запускается. Потому что это не менее интересно. И одна из ваших мощностей, то есть регулировать количество памяти на выполнение всяких задач, это, простите, классические флаги на JVM. То есть вы их указываете, специфицируете, выделяете какой-то больший объем на каждую задачу. Таким образом можете играть. Причем, часто управление с памятью в вашем кластере сводится к управлению хипом, например, для JVM. Неважно. Мы сейчас говорим о современных версиях Java или чуть более древних, типа 6-7. Кстати, если говорить о стандартах, нужно отметить, что я дальше даже покажу какой-то маленький пример на 8-й Java, и всем нравится писать на 8-й Java с лямбдами, чтобы оно было как на всех языках нормальных. Но так получается, что в сборки попадает чаще всего 7-я Java, в которой никаких лямб нет и даже поддержки функционального программирования. Поэтому там именно Java API, он выглядит несколько развесистым. Особенно, если это касается Spark. Hadoop просто был страшный там Java API. Вот. Без поддержки, к сожалению, лямбд, люди часто вынуждены переходить на скалы. Вот там где-то сегодня, может параллельно, может быть позже. Коля Линкер будет много лечить за скалу и за монады. Вообще он такой у нас, наверное, в городе такой скаломан уже известный. И если вы понимаете, что нужно двигаться туда, вот можно к нему всегда сходить за советом, как там дальше учить. Я в скале специалист очень умеренный. Мне хватает это для написания простых скриптов и каких-то фишек скала я на самом деле не знаю, они мне не нужны. Вот. Но когда мне нужно, к сожалению, есть ограничение от заказчика, запускать Java 7, я ставлю скалу и пишу легкий простой код, который позволяет мне делать преобразование. Я уже показывал эту картинку, но хотел бы заострить на нее внимание и поподробнее просто осветить, что здесь произошло. То есть, на самом деле, конечно, вы сами поиграться в такой кластер никогда не получите. Даже когда вы прототипируете в своей компании, даже когда вы будете выполнять свой первый заказ, наверное, такого кластера у вас не будет и не надо. Потому что это, конечно, ненормальные размеры, ненормальное количество памяти, и оно, как я уже сказал, немножко нарушает саму парадигму. То есть, если мы говорим, нам нужны дешевые компьютеры, которые такие дешевые, нам не нужно наращивать наш сервер, пожалуйста, дайте нам что-то со 128 гигами. Но, правда, диск нам нужен, может быть, на один терабайт, на два на каждую машину. Сейчас оперативная память переживает просто пик дешевизны по соотношению с остальными вещами. Просто относительно других видов памяти она дешевеет намного быстрее. Поэтому этим, наверное, вызвано то, что все пытаются максимально нарастить. Самое главное, что главные вендоры стали продавать инстансы с таким большим количеством памяти. Есть предложения, люди сами начинают наращивать свой спрос. Однако те кластера, с которыми я по первости работал, у них вполне могло быть от 4 до 8 машин, и тем не менее у нас не было возможности в какой-то ситуации заказать для клиента какой-то дорогой сервер, совсем дорогой. Это были инстансы вполне себе на Amazon, у которых было 2-4 гига памяти оперативной. И Hadoop спокойно на всем этом деле работал. Единственное, диски надо было делать SSD. Причина, по которой я вам сегодня не показываю ход, что вот в этой Шайтан Арбе SSD диска нет. Механика нагрелась у меня сегодня, когда я ночью начал сканить свои таблички на виртуалке. Ну, как бы она сейчас живет, но ей очень плохо. Она у меня остывала, наверное, почти до утра, показав синий экран смерти. Поэтому, когда мы говорим об экспериментах на своей машине, я бы рекомендовал начать с такого режима. То есть вы можете спокойно делать все на своей машине, но вам нужно желательно все-таки 8 гигов оперативы, чтобы на четырех из них что-то запустилось, чтобы у вас все остальное еще что-нибудь жило. Можно и на 4 гигах, я запускал на 4 гигах, но тогда придется запускать не образ, а сырой ходу. Любители, я имею в виду простой, вот взял исходник, поставил, развернул и вот это вот все. Не тот образ, в котором уже куча серверов поднимается, включая MySQL, про который мы будем чуть позже говорить. Конечно, если вернуться вот к этим цифрам, проблемы управления таким кластером, они выходят на первую роль. Там не написание правильного хайфа запроса самое важное, а управление подобного рода вещами. И нужны отдельные люди, и никакой, на самом деле, Amazon не решит за вас все эти проблемы, вам все равно понадобятся девопсы, которые будут мониторить и, главное, наращивать свои сакральные знания. Хорошо, когда такой чувак есть. Когда его нет, не пускайте вон такой кластер, потому что натворить бед очень легко. И не важно, что он умеет делать бэкапы, не важно, что он умеет делать рейд-массивы, это никому не помогало. Ну, то есть, там своя технология и своя инфраструктура. Когда мы говорим, что имеем дело с Big Data решением, то стоит смотреть в сторону других архитектурных подходов. То есть, у нас с вами, например, ну, какая-нибудь классика там, актив-рекорд-паттерн для чтения из базы данных. Или какой-нибудь MVC, не важно, что мы имеем дело с Java приложением или JavaScript. Когда говорят о Big Data решении, подразумевает, что мы сменили некую архитектурную парадигму и вышли вот куда-то в поле вот этих вот названий. Я не буду сейчас подробно расшифровывать, потому что мы с вами сейчас тут не архитекторы собрались, правильно? И это нам сейчас сильно не поможет. Но я думаю, кто-то слышал, и эти лямбды, это не те лямбды, которые вот лямбды. Эта лямбда-архитектура, скорее, говорит о чем-то в сторону, если кто-то сталкивался с под андроидом, или еще где-то реактивным программированием. То есть, программирование на шине, подписка, вот немножечко вот сюда. То есть, не нужно думать, что это просто впилил лямбду, когда мы имеем, ну просто из-за перегруженности терминов, возникают такие ситуации. Когда мы имеем дело вот с подобным стеком, и это не обязательно вот только там, в ходу по его фреймворке. Это могут выполнять себя какие-то коммерческие решения. Когда вы, например, простой пример, когда вы имеете дело с бигдад-решением, когда у вас, знаете, garbage collector, он любит замирать, когда ему нужно много объектов в памяти прибрать. Если у вас хип-паузы возросли, а объектов так много и памяти так много, что он не успеет прибирать, что вы задумались о смене GVM, это вы уже пошли вот в этой кривой дорожке. Кто-то сторож меняет, а кто-то, кто умеет, кто что умеет. Он меняет GVM, у которого будет другой алгоритм сборки мусора. Это тоже имеет право на жизнь. То есть, когда вы начинаете делать сверх оптимизации, которые начинают уходить куда-то за, ну знаете, за пределы такого, типичного инструмента. Ну включил профилировщик, ой, у меня тут цикл что-то долго крутится. Вот не вот эти вот вещи. То есть, когда вы начинаете менять компоненты своей системы в поисках какого-то решения. Ну и, конечно, когда анализ даже логов вашей системы становится сложной задачей, когда не просто log FUGM срать и потом натравливать какой-то там парсер на баше. То есть, когда вот сложнее этого уже нужно решать задачи, ну вот Амитбас, там 100 магазинов, но они вам генерируют такие логи, что анализ этих логов это сложная задача. Если говорить про подходы к масштабированию. Есть два классических подхода. Ну то есть, туда и сюда. Туда это, я уже говорил об одном из них, мы можем парализироваться просто, наращивая количество юнитов, наращивая количество процессоров, там еще как-то так поступаем. А еще мы можем, оставаясь в рамках, скажем так, стандартный процессор, или довольно дорогая штука, память дешевая. Мы можем наши процессоры ставить новые, 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 и в идеале мечтать о том, чтобы все линейно масштабировалось. Линейно масштабировалось означает, что была одна нода, стала 10, значит примерно в 10 раз возросло. Когда ты скалируешь вверх, такого выигрыша может не быть, потому что ты можешь упереться, например, в дисковую подсистему. Ну и что же у тебя 100 процессоров, у тебя стоит старый, даже не саташный диск, которого головка такая, э-э-э, и все. Ты как бы ничего больше не можешь сделать в этой ситуации. То есть, есть узкое место, и оно вот здесь. Или сеть. У тебя хранилище где-то далеко, сеть, но у тебя там 100 килобит в секунду, ну и что ты сделаешь со своими 48 CPU? Ничего. Ну, то есть, можешь много раз запросить сеть. Такой еще момент при масштабировании происходит. В какой-то момент до какого-то периода вы спокойно можете сидеть в одном дата-центре. Пока ваш продаж не предъявляет к вам требований супер большого количества девяток. Пока вы в одном регионе. Делать, например, какое-нибудь решение для какого-нибудь регионального банка. Им не нужны и дата-центры за границей по определенным причинам, как вы понимаете. И более того, даже не нужны сильно дата-центры региональному банку в разных регионах. Вдруг у нас там дата-центр на Ямале, оттуда задержка будет 600 миллисекунд. Ну, мало ли. Такие тоже открывают. Он для Ямала хорош, а для нас не хорош. Замерзает интернет пока ничего. Поэтому просто взять и сделать решение. Своё. Я сейчас говорю про своё, да? Не в смысле, когда мы опять пошли к дяде, заплатили деньги и он нам что-то сам раскидал по дата-центрам. А когда мы пытаемся... Знаете, есть такие игроки на российском рынке, которые предлагают свои услуги. Мы вам сделаем кластер, у нас разверните. А они примерно так поступают. Они пытаются запилить свой маленький дата-центр, что-то ему обеспечить. Если он в вашем регионе, это не такие большие риски. Можете с этим работать. Но данные у вас пухнут. В конце концов, особенно если это всякие социалочки, знаете, им важно положить их данные рядом с пользователями. Негоже пользователям Сан-Петербурга ходить за данными в Омске. Наоборот. То есть просто глупо тратить сотни миллисекунд или даже десятки. Тупо на трансфер по сети. То есть дата локалити начинает вот здесь вылезать. Причём не только в смысле, что обрабатываем данные на том же серваке. Но давайте в той же географии. В конце концов, свет вокруг Земли тоже не за секунду летает. То есть вот эти вещи начинают иметь значение. В общем... Ой, какая картинка. Пропустил я какой-то слайдик. Давайте сейчас я задам вопрос. Как лечить ещё не высокую устойчивость к сбоям? Я вот здесь пытался тоже на русский перевести термин. Хорошо, у нас есть какой-то кластер. Что нам делать вот в такой ситуации, кто знает? То есть... Избыточность. Избыточность. Какую избыточность ты имеешь в виду? Ну, скажи, скажи. Несколько копий скажем. Несколько копий. Несколько копий. Что будет, если у нас одна копия в этой ситуации рухнет у данных? Что нам нужно обеспечить в этой ситуации? Надо её установить будем. Откуда-то. Ну, да. Либо восстановить. Но в тот время, когда, например, у нас реквест какой-то пришёл. И у нас в этот момент кто-то выдернул розетку и всё протухло. Да? Вот в этом месте, куда мы уже пришли. Баланшировку получили. Смотри. Это причина, почему штука выдернулась, да? Нет. Баланшировка имеется в виду, что как раз не причина, а то, что, ну, не сработало. Ну, да, другое. Потеря времени. Хорошо. Ну, я понял. Требуется обработка ошибок от того, что у тебя данные могут быть недоступны вообще. Да. Данные могут быть недоступны вообще. Про обработку ошибок ты прав. Ну, вот здесь звучало уже просто слово, которое я, конечно, хотел услышать. Это реплика. Реплика. А что ты имеешь в виду? Ну, в смысле? Я имею в виду то, что у тебя десяток ног, грубо говоря, одна вылетает, но у тебя не так распределено, что, блин, на каждой моде только свои данные. Ну, да. То есть, на одной ноге... Ты же делаешь десять нот не для того, чтобы проебать одну десятую данную, грубо говоря, в случае проблем. Да, да, да. Хотя ранние архитектуры, в том числе ранние ВКонтакты, ранние Одноклассники имели такую архитектуру, то есть географическое распределение, географический шардинг, например, по регионам пользователя, и они, конечно, теряли такие данные. Слово шардинге забыл. Да. Ну, нет, это не нужно было это слово пронзить. Я имел в виду, что просто некое распределение данных в одном из срезов, без обеспечения соответствующим копиям... Нет, у них было, как бы, такое, сисадминское реплицирование, у них был рейд-массив на одной машине, когда она умирала. Как бы, это была защита, как бы, на уровне, что что-то в машине умерло. Но когда у тебя хотя бы несколько десятков машин, повышается вероятность, что выход машины из строя – это нормальное событие. Для нашей системы выход машины из строя – это норма. У нас как-то приезжал, давно помню, на первый субботник, Леня Евдокимов рассказывал про кластер в Яндексе, в котором 10 тысяч машин. Вот у них 100 умерших машин в сутки или неделю. Это настолько обыденность, что когда у них мало умирает, они волнуются. Значит, что-то они плохо детектят. Вот это хороший пример. Ну, для нас 100 машин в день – это слишком много, но, тем не менее, мы должны строить блоки так, и более того, мы должны все равно обслужить тот запрос, который пришел. Мы должны ему сказать – подожди, я восстановлю какую-то штуку. Многие НСКЛ-системы, примитивные особо типа, любят так делать. Они говорят – подожди, сейчас. Проверим, что она жива. Нет. Вы должны сразу знать, где лежит копия этих данных. То есть, какой-то маршрутизатор должен знать, где эта копия лежит, и сходить за ней. И для даже верхнего какого-то уровня, даже для уровня движка, который работает с вашими данными, для всех остальных опять тем более, не должно быть никакой такой видимости. Я просто приведу картинку. Ну, вы все правильно понимаете абсолютно. То есть, даже когда у вас мрет несколько нот, мы моем голову при помощи шампуня и репликация, и как бы у нас наступает счастье. Причем, реплицируем мы не – вот у нас есть сервер, и у него две полных копии. Мы начинаем распиливать наши данные на маленькие кусочки. Да. И эти кусочки начинаем как, ну не знаю, детский праздник мне напоминает, я когда картину тебе раскрашу. Как пазл. Пазл или еще что-то, ну или конфеты эти. Просто раскидываешь, чтобы MomDems был разный везде. Но везде были желтые конфетки, коричневые конфетки, красные конфетки. Потому что, вы знаете, коричневые все окончаются быстрее. Ну, меня лично. Почему-то я коричневые выбираю, а у тебя красные. Желтенькие я не люблю вообще. И вот я когда покупаю несколько пачек гетт, они не отвечают. Для меня, ну просто, как бы, есть специфика человека, что он выбирает одни, типа, MomDems перед другими. И у меня несколько пачек, я знаю, что могу залезть в следующую. Из нее выберу свою любимую коричневую. То есть, все будет в порядке. У меня реплицированный MomDems в этой ситуации. Если вы слишком увлекаетесь гонкой инструментов, то получается примерно такое решение. Я сейчас попытаюсь обозреть некоторую архитектуру. Она очень мелкая, но я просто примерно покажу, что нам не получится обойтись, выучив один инструмент и успокоиться. Так не получается, к сожалению, друзья мои. Чаще всего у вас, если у вас уже есть какая-то продакшн-система, здесь в левом углу у нас компоненты, которые как-то связаны с генераторами данных, то есть с источниками непосредственно данных. По хорошим тоном считается все-таки не засовывать сурые данные куда-то непосредственно в ваши базы, прям вот лить и потом из этих баз еще читать, прям из этих же баз ходить. Во-первых, какие-то данные нам просто могут быть не нужны. По-хорошему мы должны иметь огромное количество очередей. Мастера настраивания всяких очередей, все, кто шарит во всех этих Active, Rabbit, MQ, GMS и так далее. Вот это герои на этом этапе. Либо это же люди, которые пользуются кавкой. Но эта кавка здесь просто некая условность. То есть нам... Да, я просто говорю, что это просто некая условная архитектура из продакшена, которая, на мой взгляд, относительно правильно сделана. Просто идея в чем? Во-первых, можете во всех этих очередях правильно маршрутизировать ваши данные. Сдублировать, потому что дубликация уже на этом уровне она важна. В конце концов, потерять что-то, потому что нужно отфильтровать. И главное выстроить, вот именно на этом этапе сбалансировать нагрузку на ваши органы, в которые все записывается. А там уже дальше могут стоять какие-то очереди и так далее для тех вещей, из которых будут читать. То есть мы еще должны по-хорошему разделять места для записи, для чтения. Это совсем такой беспрактический. Но от этого сложность системы растет, как вы понимаете. Потом, только потом, в дело, когда у вас все нормально с источниками данных, все сохранилось, в дело могут вступать такие вещи, которые часто используются для аналитики, о которых мы сегодня будем говорить вот сегодня буквально в маленьком слое, где вот сидят Spark и Adobe только о нем. То есть мы не будем говорить сегодня о нойских системах, про них много копий сломано, и в омске есть хорошая экспертиза на эту тему, уже и материалов дофига, и вообще в Рунете. Есть в том числе решения, которые пытаются в себя, например, какой-нибудь титан для обработки графа вполне себе заменяет какую-нибудь там тоже Neo4j и может заменить еще и кусочек Adobe. То есть вы можете лить прямо к нему. Это и база, и API, и репортинг. Все может быть в одном. Но мы, опять же, часто стараемся так не делать и все вместе не использовать. И потом уже, заметьте, потом уже, заметьте, вы делаете некоторую обработку данных. Вы, например, с петабайт делаете всего лишь терабайты, засовываете их в соответствующее хранилище, по которым уже можно делать отчетики для руководства. Никогда не делайте отчетики на руководство по сырым данным. На DS3 бакетами и так далее. Не, можно. Вы можете сделать на прототипе, но в вашей архитектуре, которая будет в конце, отчетики для руководства будут либо долго ждать, либо вы задолбаетесь их обслуживать. То есть они будут все время неприоритетны. Потому что у вас запись упала, очередь отвалилась, там еще что, еще что. Отчетики для руководств за прошлые периоды, желательно по терабайтам и гигабайтам, а не по петабайтам сырых данных, логов, которые вам идут. Вот это все нужно делать по отдельным хранилищам. И тут уже, опять же, не важно, в Cassandra вылазить или во что-то другое. И здесь снова могут вступать в дело Hadoop, Spark и прочие утилиты, но здесь обычно люди, я сейчас вернусь, используются уже, знаете, SQL-подобными тулами. То есть тот же Hive, это тоже фреймворк, он превращает SQL-запросы, которые мы пишем, ну как бы, запросы, вполне себе в Map придет джобы, но при этом Hive может вполне себе залезть в базу данных, в которых есть даже таблицы, в Cassandra, например, подобие таблиц. Может вполне себе есть таблицы прочитать как из источника данных, а может и из кластера. То есть мы делаем, то есть для людей, которые разрабатывают аналитику, мы как бы стираем границу между источник это данных, сырые это данные или что-то еще. И так мы можем отделить тех, кто умеет думать про бизнес, от тех, кто умеет думать про инструменты. Если мы это не отделяем, то у нас начинаются серьезные проблемы, потому что просто один человек сделать все не может. Это очень сложно. Начнем мы сейчас с Хадупа. Сейчас можно водички? Нет. Блин. Не просьба. Там вот видно. Сказали, что нет. Сказали, что нет. Два часа везти по пустыне без воды вышли. Минерально, обычно. Можно. Никто и сорок лет водили. Сорокалетний мастер-класс, да? Да. Да, да, водички просто. Ладно. Спасибо. Я сейчас пока начну. Мы начнем с Хадупа. И я сейчас буду минимум маркетингового булшита рассказывать. Я сейчас буду рассказывать про инструмент, про его гадости, сложности и про основные вещи, которые в нем используются. Основная проблема в Хадупе отнюдь не написанием Апридюшджоп, основная проблема это его и, опять же, счастье, ради которого всем занимаются, это его в инфраструктуре. Ну давайте сейчас я выпью водички и мы начнем. За Хадуп. Отличный тост. Ну, во-первых. Самое первое определение. Хадуп не равно MapReduce. Давайте так, я просто буду спрашивать, чтобы не повторять какие-то вещи. Кто не знает, что такое MapReduce? Ну, можно пояснить на самом деле. Ну, я бы коротко. Хорошо, я буквально совсем коротко. MapReduce в целом это подход, который позволяет нам... Сейчас, даже не подход, давайте я совсем коротко скажу. Это алгоритм. Если отделять алгоритм и описание алгоритма от непосредственно инфраструктуры, в которой он имплементирован, то вот здесь Хадуп не равен MapReduce. Когда-то для многих людей это было равнозначно. То есть, непосредственно алгоритм, состоящий из двух функций, маппера, редюсера, точнее функции MapReduce, этот паттерн, который неважно как имплементирован непосредственно MapReduce в первой гугловой статье, было и написано, как мы собираемся примерно осуществлять эти операции. В обычных наших языках, в любых, которые поддерживают функциональную парадигму, обычно есть функции MapReduce, я тоже покажу потом картиночку. Они, естественно, совершенно по-другому имплементированы, поэтому в этом плане MapReduce это вот эта вот композиция двух функций, а иногда еще дополнительных некоторых функций, типа Combine и Shuffle, но в целом просто композиция двух функций, где на входе одни данные, есть промежуточные данные, на выходе еще какие-то третьи. Вот в этом плане Hadoop изначально был просто, безусловно, имплементацией для довольно большого куска данных вот этой парадигмы. Но при этом мы можем сейчас спокойно говорить о Hadoop без MapReduce, это нормально, в этом нет ничего страшного, хотя кажется немножко странным. Более того, у гугла был фреймворк, в котором они имплементировали MapReduce, и в какой-то момент они из него MapReduce выпилили, потому что им не понравилось описывать все при помощи низкоуровневой API и композиции двух функций. Но фреймворк у них тоже остался, по образу и подобию, у которого создавался Hadoop, такой же распределенный, своя файловая система, гугловая файловая система. Это им не мешало всем остальным компонентам жить. Но тем не менее, для того, чтобы понимать классику, нам придется немножко про это говорить. Как я уже сказал, Hadoop это фреймворк. Причем это не просто фреймворк, какой-то там фреймворк на аннотациях, это фреймворк для обработки именно больших корпусов данных, при этом который старается использовать простые модели и парадигмы программирования. Ну, насколько они просты, тот спорный вопрос. Но, опять же, в ситуации, когда бы вы сами писали. Ну, простой пример. Возьмите какой-нибудь там 10-гигабайтный файл и напишите сами какой-нибудь там Java код, который будет его распиливать на кусочки, там, запускать свои отдельные треды, раздавать туда это все в коллекции, потом коллекции как-то обрабатывать, корректно считать. Там MapReduce функции 8-й Java применять, потом все это объединять. Ну, то есть, в свое время, ну, я писал такой код, и для небольших файлов, ну, небольших, в смысле, 5-10 гигабайт, это каналы и даже в память помещалось, там, в сжатом виде, например, в каком-то. В принципе, работает для каких-то задач. Но, когда у вас их чуть больше, когда у вас не все можно поднять в память, например, когда нужно еще подчитывать, добавляется дисковая подсистема, добавляется взаимодействие с базой данных. Ну, ваш велосипед начинает распухать, это начинает вылазить за пределы маленького мейна и там пары классов в этой ситуации. И вот здесь вот начинает выходить ходок, который говорит, я беру на себя все, а ты вот там переопредели пару функций, мне от тебя нужно, по сути, дружище бизнес-логика. И так, между прочим, поступает почти любой Java-фреймворк, за что я все-таки люблю Java, за то, что она говорит, я за тебя там нагенерил всю фиганю, тебе не нужно как питанист там все делать. Ты вот здесь вот маленькую функцию определи, ты, правда, можешь не понимать, что здесь происходит, это проблема людей, кто начинает использовать в джавовские фреймворки, но здесь маленькую функцию определить. И самое главное, от нас вся вот эта вот бодяга с параллелизацией начинает скрываться. Нам не нужно думать о синхронизации данных, о многопоточности, о конкурентных структурах данных. Ничего этого не надо, вся эта параллелизация уходит от нас. И что-то у меня тут не влезло и ушло куда-то под хэппи-деф. Примещением данных и хэппи-деф 15, действительно полезно эти конференции. Фреймворки в семействе Hadoop. Основная проблема, что скачав второй Hadoop, вы много-то не наделаете. Ну, в смысле, вы-то можете наделать. Вы потом эту свою экспертизу, в вашей игротеке с Hadoop, вы никому не продадите. Ну, то есть, разве что, вот, научитесь что-то настраивать. Тоже наступал все время на эти грабли, поэтому это полезно для вашего саморазвития и понимания всех процессов. То есть, но с вас спрашивать в бизнесе будут другие вещи. Но тем не менее, когда мы говорим про некоторые низкоуровневые вещи, то есть, считается, что мы работаем на универсальном уровне. В него все превращается. И если мы понимаем это, то мы понимаем, во что превращаются эти SQL-запросы на Hadoop. Поэтому иногда полезно прописать какие-то вещи. Сюда же относятся все движки, но в которые внутрь обычно никто все-таки не лазит. Это TES или KUDU. И в каком-то смысле сюда относится концепция в Spark, классическая, которая была с первых версий Spark. Это RDD. Так называемые распределенные коллекции, которые для нас выглядят очень интересно. Чем-то напоминают стримы 8-й Java, где можно сказать просто параллел мне стрим, и он там дальше занимается парализацией тебе. RDD это такая коллекция, которую ты кладешь как в какой-нибудь простой рейлист, читаешь из него как простой рейлист. Но там под капотом она сама занимается раздачей своих реплик под сервером и так далее. Но для вас API как будто вы пишете однопоточный код, последовательную программку. Другой вопрос, что некоторые операторы не мгновенно в последовательной программке выполняются. Но вот это считается низким уровнем. Я про это буду все подробнее рассказывать. Люди говорят, мы не хотим писать на низком уровне. Дайте нам абстракции посерьезней. И в свое время тут зашел пик до Spark, он предлагал следующее. То есть я читаю данные из какого-то источника, получаю в какую-то коллекцию, не коллекцию, а некоторую переменную. И дальше с переменной делаю какие-то трансформации. Причем трансформации чем-то похожи на сиквел, чем-то не похожи. В сиквеле, знаете, вся не хватало. Ну лично мне, цикла полноценного, чтобы сказать, для каждой записи. Ну вот, чтобы ты прям не декларацию писал в селекте, а вот прям вот говорил, что делать за ним. Вот да. И самое главное, эта сволочь обычно там в планировщике превращает это все в эти самые циклы. Но нам почему-то не дают туда особо залазить. И вот пик, он помогал тем людям, которые вот SQL знают, но им нужно чуть больше мощи в трансформации данных. В POSGR можно же этим окном это делать? В POSGR можно же этим окном это делать? Я небольшой специалист, поэтому POSGR не буду утверждать, что там можно делать. Я POSGR просто как БАДу данную использую. Появился на смену, ему еще, кто опять же, я все время буду прочитать, сколько тут жао. Кстати, сколько джавистов здесь? Кто знает жао вообще? А знает на сколько? На сколько-нибудь. Например, знаешь, что мы с вами примерно хотя бы в одном смысловом поле. То есть, если ты собрались, например, только питанистам, мне будет сложнее говорить про многопоточности джавей. Если так, то примерно мы с вами в одном термологическом поле. Вот здесь вот, смотрите, какой момент. В джаве есть много всяких фреймворков, которые позволяют писать многопоточный тоже код в пайплайн так называемом стиле. То есть, у тебя есть источник данных. Вот это важный подход. Ты его читаешь в некоторую коллекцию, дальше говоришь там, отфильтруй. Ты не говоришь, for each элемент, сделай то-то, то-то. Ты применяешь некоторый метод, такой вот, похоже на паттерн билдер, когда через точку тебе как бы возвращается в состояние, и ты снова-снова применяешь какую-то трансформацию. Вот такой вот, и выстраивается такой вот пайплайн, такая связующая цепочка преобразований. И вот здесь на выходе какой-то результат. Причем вычисления могут быть ленивыми. И вот когда ты вот во что-то выгружаешь, то есть, если у тебя где-то ошибки, то тебе не скажут, пока не начнешь выполнять здесь вычисления. Вот пик он такой. Ты пишешь скрипт, но пока не выгружаешь куда-то, не распечатываешь и так далее, у тебя могут быть там ошибки. Поэтому очень часто люди распечатают что-то на экран, скидывают первую строчку в файл, чтобы поскорее понимать ошибку, потому что он всего лишь составляет план выполнения. То есть, он анализирует, что-то написал, но пока ты не сделал, не поставил завершающую точку, что в пайплайн спарке, что в пиге, ничего не произойдет. Может быть, у тебя источника данных даже нет, никого экцепшена у тебя не выкинется. Вот это такая небольшая опасность. Есть SQL-подобные. Их, конечно, все очень любят. В свое время был определенный взлет у Impala, я бы сказал, несколько лет назад. Сейчас, наверное, популярность теряется. Дело в том, что, так как ее все-таки поддерживает единственный вендор в каком-то смысле, ну, много людей, которые, когда им нужен был первый сиквел над всем этим, и пиком не хотелось, хотелось, чтобы аналитики давали запросы, их было легко преобразовать, они ставили себе Impala. Потом пошел Hive, и Hive, мы про него тоже чуть поподробно поговорим, у него почти SQL-ный интерфейс. И есть Spark SQL. Spark был свой предыдущий вариант сиквелом, кто-то вылетел в трубу, я за ним не следил, я им не пользовался. И есть сейчас Spark SQL, который, ну, вообще, как SQL, то есть, причем очень интересно, немножко напоминает, опять же, кто работал с фреймворком в Hibernate, то есть, ты вроде такой пишешь код, которым нигде сиквела нет, но если нужно, можно в одном месте сделать экзекуэкьюэри и, короче, получить результат. Вот Spark SQL, это способ встроить в наш пайплайн, например, в источнике. Когда ты получаешь источник, дальше у тебя трансформации в коде такие, и, хорошее, 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 ты в источнике такой говоришь, там, select from, то есть, это именно поддержка SQL-а, ты не говоришь, там, обойди строчки последовательного файла. Просто select, причем, select неважно, из файла ты читаешь строчки, из базы данных, из каких-то метахранилищ странных. То есть, в этом плане люди очень это любят, но это, опять же, не везде катит, для этого нужна структура, понимаете? То есть, Spark SQL натравить на Mongo будет уже сложнее, хотя есть способы, ну и так далее. Есть отдельные фреймворки для обработки графов, я вот исключил тут недавно, у меня было их чуть больше, исключил один, который перестал поддерживаться. Вот эти два поддерживаются, Giraffe, это то, что дружит с Hadoop, GraphX, то, что дружит с Spark. Они просто предполагают чуть-чуть, опять же, другой API. И машинное обучение, тоже две библиотеки, и какой-то период, опять же, махаут был для Hadoop, MLlib для Spark, но сейчас я их переставил местами, потому что даже в Hadoop проектах пытаются вызывать через API MLlib, потому что в нем тупо больше библиотек, движок весь лучше, все в памяти, а для машинного обучения все-таки итеративное обучение в памяти таки важно. В этой ситуации махаут, в котором лишь часть алгоритмов, в основном он был имплементирован при помощи MapReduce, то есть, любую итерацию он сохранял на диск и кидал. В этом плане создатели, я пытался даже что-то поконтрибьюти, только начал контрибьюти, они сказали, ну, на MapReduce, при помощи мапперов и редюсеров пытался сделать простой алгоритм, ну, которого у них не было. Сделал-сделал, они говорят, а мы больше не принимаем новые алгоритмы на мапах и редюсерах, мы хотим, чтобы теперь у махаута под капотом тоже Spark был. Я такой, ну, йогерный бабай. Ну, в итоге они только 3 или 4 алгоритма перевели, и там сейчас тухло сообщество, которое вот тут делало, ну, куда-то перетекло в MLlib, поэтому для новых проектов смотрите внимательно за историей релизов и сорцами. Не могу вам гарантировать, что это стоит сейчас использовать на проектах, но в старых это вполне себе кать. И то, что касается, помните, я пытался рассказать кейс на основном докладе, когда нам очень быстро приходит много данных, из них нужно что-то быстро сейчас выяснять, процесс этих в реал тайме. Скажу честно, я с этим стеком несколько меньше работал, у меня какие-то более долгоиграющие данные были, но небольшое управление, я вам могу сказать, это опять же Spark Streaming и это Storm, соответствующий фреймворк, он не Apache сообществом, по-моему, не под Apache лицензией, то ли Twitter его делал, я уже забыл, кто. Но они так и его поддерживают до сих пор. Ну, непосредственно должен был ставить эту обязательную шутку, когда два ходов разработчиков встречаются, они начинают выяснять, у кого сколько машин в кластере. Ну, повыясняли, все здорово, а потом начинают выяснять, у кого все-таки сколько памяти. Повыясняли это, а потом такие, а ты оптимизацию делал? Он говорит, а зачем? Я из коробки все ставил. Ну и все понятно. И тут обычно выигрывает тот, у кого меньше машин, но оптимизацию он какую-то делал. Какой оптимизации, говорю? В первую очередь, это взаимодействие с GVM непосредственно. Ну, человек, который только запускает Hadoop, он себя ощущает, так, данные, сейчас я вас всех потопчу, никаких сложностей у нас не будет. И когда у вас данные плоские, когда это, например, логи, когда это, например, какие-то вещи, которые мы стянули из SQL-таблицы и выложили в формат сырой, там, файлов или S3, то есть пока все плоское, проблем нет. Небольшие проблемы начинаются, когда среди данных начинают встречаться связи. В простой KVLU модели, конечно, это все дело не сходится, но это дело будущего. Просто хочу сразу вас отделить. Если у вас очень сложные данные с очень сложными связями, то вот эта картинка наблюдаться не будет. Будет примерно как обычная победа над любым слаймом. Помните, когда они кидали копье ему под колено, он умирал или обращался на свою армию, и начинал бежать. В любом случае, он начинал вести себя неправильно. И Hadoop, когда данные связаны, мы пытаемся построить сложную цепочку мапперов и редюсеров, может вести себя намного менее эффективно, чем простая SQL-база, которая умеет делать джойны. То есть, мне, например, очень сильно не нравится, когда люди начинают эмулировать в Hadoop и джойны. Вот им так нужны джойны, они их эмулируют, тратят на это ресурсы, им нужна куча гигабайт, Hadoop для этого не приспособлен, пытается в памяти развернуть все эти соединения. Там нужно всякие хенты и фишечки делать, чтобы разные типы джойнов эмулировать. Лучше всего подходит эмуляция, знаете, этого классического алгоритма, когда мы берем строчку из первой таблицы и просматриваем все, не пытаемся сделать декартовое произведение, и потом сделать фильтр. Вот не такие вещи. А когда люди делают вот так, джойн, при помощи Hadoop, да, подняли все записи из двух хранилищ и сделали декартовое произведение. Память-то может выделиться, но у вас там было две таблицы по 100 мегабайт, а в произведении будет, например, 100 гигабайт. Это настолько глупая трата ресурсов, лучше обратиться к обычной SQL-базе, которая сделает нормальный вам джойн. Но это, опять же, по вопросу данных. Важнейшей части слона. Слона нужно есть по частям. Первое, это то, что касается непосредственно ядра. Это Hadoop Commons. И я советую хотя бы поглядеть вверх одним глазком, что там за пэкеджи в этой джаве лежат. То есть перед тем, как вы вообще сядете серьезно этим всем увлекаться, это обычная джава. Скачали джаву. Смотрите, что там за пэкеджи. Потому что, когда у вас появится первая ошибка, мышечная глазная память подскажет вам, что, по-моему, вот эта штука была в пэкедже, а вот этой штуки в каком-то пэкедже не было. Там не так уж много классов, на мой взгляд. Различные клиенты к Hadoop. Все, что касается к Hadoop, можно не только из Java Connect, есть много разных API, в конце концов, даже из Python. Давно уже это можно было с самого начала делать. Не менее важная часть это HDFS. Многие даже путают, когда говорят о вот этих вот всех вещах. Вот там, кто-то у меня занимается репликацией, там и так далее. Ну HDFS, что это? Я в ней просто файлы храню. А вот Hadoop, какой умный, там, репликацией занимается. Нет, это файловая система такая продвинутая. Эта часть Hadoop Distribute File System, это она имеет в себе, инкапсулирует все эти name-ноды, data-ноды, которые крашатся, когда люди запускают. Поэтому HDFS надо учить. Если только ваш источник данных, не что-нибудь другое. Но скорее всего, даже результат, вот у вас источник данных, какая-нибудь база данных, какая-нибудь SQL-ная база данных, HBIS, например. Но вы все равно будете куда-то выливать ваши данные. Ваши промежуточные данные из любого маппера, перед тем, как там куда-то записаться, кто-то запишется в HDFS, кто-то в локальную файловую систему. Но в каком-то этапе в HDFS все это попадет. У вас будет какая-нибудь ошибка репликации, какой-нибудь блок, и вы такие, а это вообще откуда, это кому относится? А это относится к HDFS. Какой-нибудь простой командой HDFS можно все это поправить. Поэтому вот файловую систему вот здесь, как никогда, учить нужно. Это там, в угонте можно забить X3 или 4, в общем-то вам пофигу разработчикам, не пофигу тем, кто-то делал какие-то более низкоуровневые вещи. Вот здесь нам не пофигу. Потому что это некая абстракция над какой-то файловой системой. Есть не менее важная вещь, которую все любят, это Yarn. Еще один ресурсный менеджер, про него буду чуть подробнее рассказать, пока запоминаю тебе приватуру. Yarn. Это важно. И MapReduce, это сам алгоритм. Но алгоритмов может быть много. Мы с вами сегодня рассмотрим алгоритм MapReduce, но знаете, что вы можете написать свой собственный алгоритм, используя файловую систему HDFS, используя контейнеры Yarn, и собственно так и появляются такие вещи, типа Spark. Все сказали, мне нравится как MapReduce вообще, что он делает-то? А инфраструктура нравится. Итак, как вообще начать? Значит, тут сейчас будет веселый гномик. С выбора дистрибутива, конечно. Потому что веселый гномик говорит, у нас есть классные всякие дистрибутивы. У нас есть, например, версия Hadoop, ну вот, когда я делал эту презентацию, она была 2.7.1. Не удивлюсь ли, уже 2.8, пока я ее делал. Ну не суть. Главное, что мажорная версия 2. Это вот за этой цифрой важность. Никогда не скачивайте первый Hadoop. Если видите инструкцию по развертыванию первого ходу, победите, когда это огня. Там все другое. Ну в смысле, API не имеет обратной совместимости, он разный. Качайте 2. Последние версии отличаются, там 2.7 от инструкции к 2.4, для вас будет отличаться не слишком. То есть, на уровне 2, в принципе, API одинаков. Примеры работать будут по-разному. Ошибки закрыты, то есть, что-то валится в 2.4, что в 2.7 не валится. Но бывает в 2.7 баги, которых не было в 2.6. Я предпочитаю версию 2.6 сейчас. Ну то есть, мне она больше нравится. Далее. Дальше идут компании, которые производят дистрибутивы. Это компании, которые вот за бесплатно нам с вами дают оттестированные диски. Ну как за бесплатно? Они говорят, ну у нас есть коммерческая поддержка, такая вот фремиум модель. Если у вас что-то упадет, вы уже знаете, кому прийти. Ну и подсаживают людей на иголку вот этих дистрибутивов. При этом, кроме самого дистрибутива, так как самопатчходу очень беден на интерфейсе, они все, естественно, предлагают свои нормальные админки, UI-ки, систему мониторинга. И самое главное, они снимают у нас головную боль, как все эти страшные команды вы будете набрать, чтобы все это вместе стало, SSH ко всем подрубился, пароли ко всем юзерам были, то есть у них все уже настроено. И вы можете себе сэкономить, особенно если вы хотите как разработчик возрасти, а не как DevOps, вы можете себе скачать образ. Собственно, что я сделал. Может быть, я сейчас образ смогу запустить, чтобы вам что-то показать. Давайте я, кстати, в фоне его... Нет, на перерыве запущу, если он запустится у меня. Проблем нет, проблема в диске вашего. Если на маке, наверное, без проблем запускался. Ой, я закрыл, простите. Но если у вас диск старый, а у меня диск оказался старый, будут проблемы просто... Мне кажется, больше даже проблем в VirtualBox, на котором я все это хотел заранить. А, что такое кто? Не запомнил. Он на каком мне слайде был? Так. Ой. Спойлеры. Спойлеры, спойлеры, да. У нас есть Hortonworks, HDP, у нас есть Cloudera, есть компании, которые, скажем так, хороший дистрибутив за деньги, плохой за бесплатный. Это вроде MapR или Pivotal, причем Pivotal известен своим контрибьютингом, например, Spring. Пivotal, вроде компания хорошая. который трекер. Это не тот пивотал, который трекер. Это весь пивотал, он все один там такой. Они делают и свой Hadoop дистрибутив, и он неплох, и вот здесь я вам написал версии, которые имеют смысл сейчас скачивать. То есть Hortonworks HDP 2.1, например, будет иметь другую версию Hadoop, справа, это примерно версия Hadoop, которая внутри. И там, соответственно, будут другие версии других вещей. То есть там альфа-релиз Hadoop будет, недорелиз какой-нибудь Piga. То есть скачивая последний образ, вы получаете несколько месячной давности оттестированные, в принципе, безбажные версии. Если вы идете на сайт и скачиваете Piga, в большой вероятности вас перекинет на какой-нибудь альфа-релиз, в котором куча багов. Вроде желательно не использовать последние версии. Это вам, блин, не оттестированные продукты. Это простите опенсорс. Ну то есть никто вам ничего не гарантирует. когда кластер просто остановится. Он просто остановится. Ничего не произошло. В блогах ничего не написано. Он просто стоит. Процессы что-то делают. Ничего не происходит. Запросы не работают. Это будет проблема того, что вы взяли последний релиз. Однако, я всем рекомендую взять HDP. HDP, потому что это не только Hadoop. Еще и ценный мех и прочий Spark. То есть эти ребята собрали в свой образ просто все, что сейчас относится к этой области. У них самый клевый интерфейс. У них там интерфейс системы называется Ambari. Она прикольная. Причем, что получается. Я вот на виртуалке у себя запустил образ. А у меня интерфейс в принципе доступен на localhost'е нормально. То есть она вполне себе поднимает свой веб-сервер. Там определяется IP-шник, подставляется. У меня на компе был просто развернут Apache. Он развернул на нем свое веб-приложение, свой веб-интерфейс. С виртуалочки вполне себе сходил. Можно даже без Apache. Там они свой внутренний веб-сервер могут запустить. Вы просто сидите в своем браузере, мониторите свой кластер. Можете не в своем. Можете удаленный кластер. То есть можно виртуалку было положить на какую-нибудь ремонт. Как бы на самом деле целый набор сервисов, которые просто очень умело обращаются с диском и знают, где какие данные лежат. На нее нужно смотреть так. Просто интерфейсом она к нам смотрит, файловая система, и она нам делает вид, что у нее где-то там файлики. Она делает вид, что к ней можно обращаться при помощи простых линуксовых команд. Начнем с Naimnode. Naimnode – это вполне себе процесс файловой системы HDFS, обслуживающей эту систему. Сами по себе вот эти вот Naimnode, они обычно идут по одной в кластере. Но при этом, как я уже говорил, это не single point of failure, потому что всегда есть какая-нибудь резервная. Она просто не живет в момент отказа, но при этом эта Naimnode, это тот самый белый господин, который ходит ко всем и говорит, вот туда сходи, но он не переправляет через себя запрос. Он всего лишь смотрит на запрос, сейчас как бы это объяснить, и редиректит его. Он не отвечает тут же, и отвечает вообще не он, ответит потом data нода. То есть его старались максимально, у него просто сакральные знания о том, чтобы дирижить, чтобы заняться редиректором. Вот в этом особенности. А если данные не влезают Naimnode? Если мета данные не влезают Naimnode, то не схожу. Больше Naimnode? Ну, а если не влезают и больше Naimnode? То есть можно иметь две Naimnode, если не влезают во мне. А вот, кстати, вот я, может, расширюсь сейчас вопросом, а Naimnode реплицировать это норма или нет? Ну, нет, считается, что... Хочется же, чтобы мета табл лежал как бы в одном месте, грубо говоря. Нет, вот как бы идея вся в том, что Naimnode все-таки одна. И вот та, которая, вот у многих ошибка такая, они видят, есть secondary Naimnode. Secondary Naimnode это не... Вот у меня здесь написано, что такое страхующий Naimnode. Она называется тут буква пробочка. Standby Naimnode. Вот она поднимается, когда первый упал. Это всего лишь замена. У нее есть копия, она с ней немножко реплицируется. Но вот secondary Naimnode она немножко другие мета-процессы обслуживает. А это просто вторичный некоторый процесс. Многие думают, а у меня Naimnode упало, secondary же есть. Она не тем занимается. Надо читать спецификацию, прям вот чем она подробно занимается, но если она не поднялась, не страшно. Если Naimnode не поднялась, это плохо. Вопрос, что делать, когда не влазит, ну, это очень-очень сложный момент. Второй кластер ставить. То есть, вторую HDFS. Ну, я еще раз говорю, HDFS либо размер файлов увеличить. Самый простой вариант. Сделай не по 64 МБ, а по 256. Хотя в 4 раза надо меньше Naimnode. 4, да? Вот. Naimnode рулит и разрулит, как я уже сказал. Что она примерно делает? То есть, если она все это посмотрит, у нас есть какой-то клиент, и, как я уже сказал, он на самом деле в итоге читает у нас именно с Data Note. То есть, они у нас доступны для чтения. Блоки все данных лежат на Data Note. То есть, вот здесь вот внутри. При репликации происходит перемещение между Data Note. Знаете, чем Naimnode занимается? Она такая, к ней пришел запрос, она понимает, что сейчас много данных, может быть, даже навставляют. Кроме этого, Naimnode умеет отдавать приказания. Так, ну-ка, пошел, быстро зареплицировался. То есть, она обменивается по протоколу, очень сжатому, с Data Note. Она еще им командует. То есть, она еще следит за тем, чтобы фактор репликации поддерживался, если какая-то нода упадет. К ней приходит инфа, если какие-то штуки стали недоступными. То есть, она многие еще важные вещи делает. При этом, хранится на ней, как я уже сказал, вот всякие данные в духе там, вот синоним файла, там, сколько у него реплик, где эти реплики лежат. То есть, у нее вот порядка такого вида мета-информации, если до нее достучаться, хранятся. Data Note. Data Note может быть сколько угодно. То есть, в этом и идея масштабирования была, что мы, конечно, мета-хранилище ставим одно, может его как балансировщик воспринимать, но он больше, чем балансировщик. А масштабироваться мы можем вдоль наращивания количества данных. То есть, ставим Data Note за Data Note за Data Note. Убрали Data Note. Если одну-две, по идее, ничего не должно случиться, если у нас правильная реплика-фактор. Какова вероятность, что в кластере 100 машин мы убрали две ноды, был реплика-фактор 2, и все данные вот именно так лежали. Только что-то мы можем зацепить. Поэтому и реплика-фактор ставим 3, 4, 5. Опять же, если у вас кладучесть повышена. И в итоге Data Note, как я уже сказал, она сама отвечает на запросы, поэтому, если у вас какой-нибудь шторм, куча чтений, и главное, чтения идут, например, одного и того же куска, в принципе, на наимноду это может даже не проходить. То есть, если правильно настроено кеширование, сохраняется какая-то мысль о том, что мы ходили на Data Note, то вы будете ходить дальше на Data Note. Она может там лежать в каком-нибудь регионе, типа Орегона, какого-нибудь жителя Орегона будут уже ходить только на нее, прочитать там список пользователей из Орегона. То есть, например, так. При этом, она слушается наимноду. Наимнода еще и говорит иногда Data Note умри. То есть, она вполне может послать сигнал умри или восстанет. Ну, то есть, как бы Data Note должна это выполнять. Что нужно знать уметь? Вот такой маленький набор, чего вы должны уметь, когда вы работаете с HDFS. Вообще, из удобства, вы должны понимать, что между обычным файлом системой HDFS надо вообще-то перемещать данные. Перемещать данные можно при помощи таких замечательных команд, очень похожих на типичные любые линцовые команды HDFSFS. Copy from local, copy to local. Ну, понятно, например, что они делают. Дальше вы указываете файл, что, откуда, куда, но делается это вот так. При помощи WinSCP вы не подрубитесь к HDFS. Нет, не ждите. А copy from local. Не монтируете? Вот так это, это немножко не то просто. Потому что HDFS можно воспринимать, как на самом деле умную базу данных. То есть, она не может выглядеть для там, какой-то штуки, как вот файловая система. Но при этом работать с ней через консоль можно как с файловой системой. То есть, ну, скажем так, WinSCP не поддерживала монтаж к вот этой штуке. Вот, может быть, кто-то перепишет. Просто, может, и команды не поддерживает. Можно сделать такую обертку и Viewer. Но вот, например, в Hortonworks у них был интерфейс, правда, довольно глючный, который отображал HDFS как файловую систему. Прям вот, вот как, вот как Google Диск. И в нем было даже прям по папочкам ходить. И делал upload файл, я прям в какие-то папочки загружал. Только там с permission все время были проблемы. То есть, permission можно тоже поменять, но проблемы поменять. То есть, юзеры группы и вот именно какой ты юзер, какая ты группа, ты захочешь себя под рутом или под админом. У тебя, может быть, просто нет прав какие-то папочки HDFS складывать. А, кстати, насчет permission хорошая тема, А в HDFS permission нет? Да, все то же самое. Те же самые RVX, то есть, все это же набор прав. Но они стоят полностью. Ну, то есть, да, у тебя есть Hadoop юзер, Hive юзер, то есть, они обычно от инструмента идут. Есть какой-нибудь root, тоже местный. И да, но система, ее сделали один в один. То есть, вы, если умеете работать с такими правами, для вас не будет никакой сложности там командами. Там даже вот команды с точностью, там вот только пишешь иногда HDFS, ну, другое слово в начале, что ты вот HDFS-ную команду вызываешь. А не башка. Вот, да, а? А не башка. Да, да, да. Управлять правами на файлы, папки, все точно так же можно. Но это довольно геморно. И еще раз говорю, если вы зашли под каким-то юзером, то есть, вот в интерфейс Hortonworks, вы, в принципе, можете там ручками поставить RVX, вот эти вот все там, прямо там даже неплохо интересны. а на вопрос о ссылке есть? Ну, LN, LN-S. Ну, я не пользовался, не помню. Слушай, по-моему, есть. А зачем там? Ну, там было, потому что вот эти команд, связанные с LN-S, вообще довольно хорошо поддерживаются. Ну, то есть, я не помню просто все из них. Я в основном пользуюсь ими только для копирования туда-сюда. Далее, HDFS нужно уметь диагностировать. И в HDFS куча вот дополнительных тулов, ты там набираешь, а-а-а-а, проверь мое здоровье. То есть, есть консольные команды, которые самодиагностируют HDFS, и даже есть какая-нибудь команда Repair на такой-то ноде. Например, Repair, когда репликация пошла, а потом что случилось, и она, например, не завершилась. Бывают такие, часть файлов, например, часть блока, не до конца, там нет транзакционности, как таковой. Иногда, короче, бывают нехорошести. И если в какой-то средний промежуточный момент, пока все не завершилось, подрубиться, ну, это все может быть в таком не совсем хорошем. В основном выполняется MapReduceJob, а ты подругаешься к HDFS, начинаешь там удалять темповые файлы, а у них уже свой закон репликации пошел. Ты можешь привести в несогласованное состояние с суперправами все это дело. То есть, ты реально можешь вторгнуться и помешать. И HDFS, есть команда, которая позволяет все это диагностировать. Конечно же, проверять наличие свободного пространства, потому что в HDFS, она не резиновая. То есть, ты говоришь, сколько она будет, какого размера. Можно, конечно, с динамикой поиграться, но в целом, это важно. То есть, все файлы пространства HDFS не равно всего места на диск. Тоже, например, 100 гигов, сколько тебе нужно дисковое пространство HDFS. Все это при помощи команд, похожих на Linux. В HDPUI, это выглядит примерно так. Ты заходишь на какую-нибудь дата ноду, слайд не мой, от моего коллеги. Вот он зашел на какие-то свои картиночки. Вот, куда-то там зашел. Что? Я только произвести в ответ не мой. Да-да-да, примерно так. Ну, это вот нашего крутого очень дата-тул-мастера Роман Новик из Беларуси. Соответственно, вот он полазил по всем этим делам, посмотрел здоровье, у него тут выводится какая-то правда статистика. И на самом деле, это просто, мы тоже самое могли сделать командами с HDFS. Опять же, в HDPUI это попроще. Еще раз сказал, в принципе, ноутбук хорошего уровня, Mac или нормальный HPDL, только с хорошими характеристиками, все у вас будет воротиться, только SSD-диск поставьте. Далее, вы можете еще, чем мне нравится все это счастье. У нас есть некоторый набор демонов, который тоже позволяет снимать такие вещи. вы можете поработать с логами, то есть, HDFS еще логи какие-то ведет на разных уровнях, то есть, все или не с ней в порядке. Можете стек трейсы посмотреть, то есть, момент, какое-нибудь приложение, которое в нее лазило. Можете метрики посмотреть и выкрутить их даже в разном формате. То есть, это набор демонов, который еще приглядывает за всей этой штуковиной, и вы можете с ними общаться. Опять же, из интерфейса это можно делать, но тут, в принципе, небольшой магии от девокса. То есть, в интерфейсе это просто выглядит вот так. Вот так выглядит интерфейс HDPE. Не стал бы запускать, но у меня виртуалка это пока не сдохло, вот так вот выглядело. То есть, вот это, например, сервисы, которые не поднялись красными флажочками, здесь некоторые общие показатели. Ну, у меня он выводил показатели виртуалки, поэтому они были немножко врушены, там загружены с диска, сами понимаете. Вот, но в целом довольно адекватные вещи. То есть, он говорил, сколько ресурсов используется, там, среднее время оптайма, еще что-то, еще что-то. То есть, много инфы, но вся она есть в консольных командах в HDFS. Что такое Ambari? Ambari это название просто вот этого приложения с юзер интерфейсом. Как дополнительное такое веб-приложение, которое поставляется с дистрибутивом. Красивость. Оно симпатичное, да, такое. Но, когда оно у вас на виртуалке развертывается у вас, я бы сказал, оно такое не слишком респонс, потому что оно ходит с этими команд... Оно же по сути команды выполняет эти, оно ходит, но виртуалка у вас пока ответит иногда, но интерфейсу нечего вам показать. То есть, проблема не... Ну, то есть, мой опыт такой, то есть, когда кластер хорош, круто, когда, ну, опять же, виртуалка отвечает долго, но, как бы, оно тебе ничего не показывает, так скучно, только верхний тулбар, то есть, вот этот вот серенький тулбар сверху, ну, не очень. Переходим к алгоритму MapReduce. Как выглядит MapReduce на уровне языков, то есть, чтобы было такое понимание, кто знаком Java, Scala или Python, могут найти все для себя. Я вот на питоне MapReduce намного реже пишу, вот на Scala или на Java мне доводилось писать. То есть, вот здесь мы хотим в коллекции людей, персон, что хотим сделать? Мы хотим посчитать просто суммарный возраст при разном способе. Вот мы, например, в 8-й Java можем сделать стрим из коллекции, мы говорим, сопоставь, пожалуйста, каждой персоне его возраст. То есть, здесь мы, особенно в Scala это хорошо видно, что мы каждой персоне, просто здесь в маппере мы передаем, простите, ссылку на функцию, это выглядит, может быть, даже не так красиво, а вот overhead такой. Вот в Scala очень хорошо заметно, что мы сопоставляем каждой персоне ее возраст, а дальше говорим вот такую операцию сделать с ними всеми. То есть, здесь маппинг, здесь агрегация. Ну, вот, можно на таком уровне себе это все воспринимать. То есть, можно считать эти количество каун, как они называются в Америке, там, три по жизни заключения, да, и так далее. Ну, то есть, в целом, легко на MapReduce ложатся такие вещи, когда вы хотите сделать, например, какой-то фильтр по таблице и группбай. То есть, можете себе представлять, что это примерно какой-то фильтр плюс select в маппере, а в Reduce вы делаете группбай по какому-то условию. при помощи агрегатной функции максимум, минимум, каунт, там, сумму, или вот эти вот все вещи, вы просто говорите операцию. В Java, опять же, мы указываем, начни с нуля, то есть, первое значение в Reducer будет ноль, то есть, ты к чему-то должен прибавлять же результат, как бы мы говорили. В Java самый понятный, по-моему, ну мне именно в маппере, я бы здесь тоже ляпу-то написал, но вот почему-то я сам перешел просто на указатель на функции, поэтому... Нет, просто в скале я не понимаю, к чему я прибавляю. Ну, кстати, да, но там дефолтное значение, оно просто да, не вижу дефолтное значение, не понимаю. А почему на скале в скале? А почему-то не поменяют, а какой-то значение, если не поменяют. Или хотя бы на Java, как-то будет. А там в маппе, в каунт мы бы сопоставляли каждому человеку единицу и так же суммировали. То есть, вот, например, каунт так можно сделать. Так, давайте теперь рассмотрим классический пример из книжки, которую вы все можете легко скачать, в том числе в группе Big Data Russia, я выкладывал ее обзоры, там она начинается с вордкаунта. Там, конечно, не свежий уже код, поэтому мы его слегка проапдейтили у себя, вот для того, чтобы разбирать такой пример. Итак, именно мы сейчас на алгоритм смотрим, стараемся не думать о всех остальных вещах. Есть у нас какой-то input, какой-то файл, в котором просто слова по строчкам разложены. И каждая запись, каждая строка, мы ее будем как бы обрабатывать отдельно. Сначала мы занимаемся сплитингом, то есть распиливаем на строки. Будем считать, что у нас такой крутой сервер, который может обрабатывать только одну строку на ноду. Значит, ну взял такой сервачок, одну строчку, начинает заниматься маппингом. Мы как раз хотим каунтер сделать, то есть вордкаунт. Мы сопоставляем каждому слову единичку, ну она один раз встречается. И так для каждой строки на каждой ноде сделали. После этого, ну вот, представьте себе, что стадии шафлинга... О, как раз стих. Извините, секундочку. Или не важно. Быстрый человек так взросил, все понял. Представьте себе, что шафлинга нет, просто вот этой странной перетасовки. Просто что бы получалось? Мы бы хотели вообще в редюсере, мы бы сделали, например, так как слов нигде не повторяется, мы бы только для второй бы сделали кар 2, ривер 1. Для первого мы бы сделали то же самое, получилось бы мы в редюсер скопировали, ну когда мы агрегируем по ключам. И для последнего тоже, не очень удобно. То есть у нас как бы редюсер, ну не слишком много сделал, еще надо финальный результат сделать, только там бы все это суммировалось. То есть слишком много кусков и дубликатов. Поэтому некоторые вводят еще шафлинг, они говорят, а давайте с одинаковым ключом переместим на одну ноду, ну чтобы у нас редюс был как-то попродуктивней. И вот эти вот... мы такие говорим, так, давайте всех медведей туда, все машины сюда, все колени сюда, все реки сюда, и тогда у нас редюсер, ну как бы не в холостой отрабатывает, потому что он тоже живет ресурсы, память. Мы же не знаем, как на самом деле, я здесь не показал комбайн, ну то есть, но самое главное это функция, маппер, где логика, и редюсер. Шафлинг и сплитинг это вспомогательные стадии, понимаете, они логики как таковой не несут. Они что-то помогают в оптимизации. И мы получаем финальный результат, вот таким образом мы посчитали, что у нас два медведя, три машины и так далее. Если бы, как выглядит, может быть, а нет, неплохо, кстати, может быть, видно, word count, значит, отлитый в Java. Как это все примерно выглядит? То есть, вы наследуетесь от класса маппер, от классического. Сначала мы напишем маппер редюсер, потом соберем все приложение. То есть, я, наверное, даже стану, хочу показать как-то. То есть, есть абсолютно классический способ определения, то есть, вам не нужно запоминать, что здесь все писать. маппера, но здесь какие-то поля, которые вам нужны, определяйте, если нужны. И самая главная функция мапп, ведь она protected. То есть, вам нужно ее переопределить. И здесь у нас все очень просто, используем вообще запрещенный в Java string tokenizer, мы говорим, делим, значит, по классическим способам, по пробелу, и, значит, он итератором обходим, и, соответственно, в контекст, в контекст маппера пишем, вот, пожалуйста, слово, которое мы читали, и поставим ему единицу. Мы могли не единицу, могли двойку ставить, да, вот здесь. Но, имеется в виду, что я завел здесь константы, вот просто так. Заметили типы других, где наш классический string, где классический int. Проблема в том, что, ну, проблема для людей, которые туда переходят, в том, что нужно учить немножко другую систему типов, они отдельно оптимизированы, у них немножко другие рейнджи, то есть, есть int, только он int-writable, там есть там string, только он текст, и так далее. То есть, вы должны работать с этими вещами. Если пойти дальше, то мы определяем редюсер, то есть, второй класс. У нас есть маппер, уже мы реализовали функцию map и редюсер. То же самое, эта документация, как говорится, не я придумала, она, считайте, что есть, мы здесь просто написали, что здесь делали. Мы снова наследуемся, мы снова переопределяем, здесь вообще простую вещь делаем. Мы говорим, итератор как бы обходит все, что нам торчит, и говорит, ну, давай я просто буду складывать. То есть, мы обходим итератором, складываем, записываем результат. Мы почему могли это сделать? Да, потому что у нас операция такая, операция сложения, ну, неважно, мы три числа сложим или пять чисел сложим, а потом мы все вместе сложим. То есть, это особенная операция, как вы понимаете. Не всякая операция может сюда положиться, и даже операция, например, подсчета среднего уже не совсем хороша, потому что у нас средняя зависит не только от суммы, но и от количества. Поэтому, например, что просчитать среднее, в MapReduce часто считают сначала отдельно сумму, отдельно количество. И типа до редюсер получается. Ну, да, да, да. Потому что, если ты будешь, ты же не знаешь, сколько записей попадешь, чтобы обрабатываться. Будешь всегда, ну, делить, у тебя будут получаться средние на разных отрезках, если их суммируют, ну, есть известный прикол. Да. Внезапно. Как бы. Не, редюсер же может сложить теперь. Да, редюсер можно. Ну, я просто говорю, а вот классики, если еще к среднему, еще хоть какое-то вычисление, ну, в общем, я пытался привести пример операции, когда у нас несколько зависит от того, сколько в уходе записи, и потом для редюсера, для общей агрегации. Если мы напишем простую логику, просто дели каждый раз на количество. Я имею в виду, что если мы в редюсере бы передавали просто результат как среднее, и не передавали бы сколько записей было, то мы бы просто оперировали, например, среднее на 5 записях, среднее на 10, среднее на 20, а при этом мы не знаем, на скольки. Если мы их сложим, просто поделим на 3, это же будет не настоящая общая средняя. Вот в этом дело. Ну, то есть, проблема в таких операциях. А теперь мы пишем как бы общий раннер, который все это запускает. То есть, у нас есть, вот в первом ходу, по-моему, в книжке всегда старый пример, поэтому берите свежий. Свежий надо искать. Делайте стандартную конфигурацию джавовскую, парсите вход, и здесь прикиньте, стрингаркс реально работает, там, потому что, ну, порой важно передавать какие-то параметры. Вы там проверяете, какие параметры передали, которые вам нужно, какие-нибудь константы, пути к, если вы хотите написать в универсальный маппе редюсер, какие-то пути куда-то. Но это не самое важное. Вы устанавливаете вход-выход, то есть, у нас джобе основывается на конфигурации. Здесь много такого бла-бла-кода. И дальше нужно, к сожалению, идея в чем? Вы должны этой джобе сказать, вот этот класс возьми, вот этот класс возьми и уйди с ним туда работать. Помните, я говорил, что нужно передавать, как бы, код. Поэтому все классы везде копировать, это ненормально. У нас может быть там сотни мапперов, редюсеров, и дело не в том, что там большие-небольшие данные, просто идеология в том, что мы должны четко определить, то есть, какой будет путь. Здесь мы, set-маппер-класс, вот это очень важно. Я говорю, word-каунтер-маппер, то есть, тот, который мы, помните, класс написали. Или word-каунтер-редюсер. Причем, здесь еще и в комбайнер, это еще дополнительная стадия. Так, а у меня здесь была? А, это был шафлинг. Комбайнер, это еще одна дополнительная стадия, и более сложный, оптимизационный пример. Я вам показываю, но я не буду слишком подробно рассказывать про эти вещи. Идею просто нужно в чем? И потом мы в конце говорим, возврати джоб, и такой типичный оператор, ожидая завершения, что все прошло хорошо. И там, в зависимости от этого, джобы часто заканчиваются ничем. Например, у вас не нашелся источник файла, или какой-то exception выкинулся, можете распечатать, написать в логе. То есть, здесь особо никакой обработки у меня нет, у никаких логов я не пишу. То есть, я бы не сказал, что это production-код. Но это код, с чего начинается production-код, если вы пишете map-редюсер. Понимаю, что сложновато, но потом можно будет посмотреть этот код поподробнее на слайдах. Как запускать это хозяйство? Самое важное. То есть, вы, например, могу сесть, пока код он не будет, сделать jar. То есть, вы сделали какой-то jar, естественно, написали несколько классов, собрали это все вместе дело. Запускайте, например, на удаленной машине. Чтобы запустить, вы просто, например, копируете его туда. Свой собранный jar. Можете настроить continuous integration, который будет копировать артефакт. Это очень удобно. Например, вот таким образом можно запустить. То есть, несколько аббревиатур непонятных. То есть, ты говоришь, Hadoop, возьми jar с моим именем. Там прописывается, если у вас конкретный драйвер, там, package name у нас, там, это там, com, e-pump, бла-бла-бла. Директорию указываете. Вот здесь я дальше пишу входной параметр, который можно прочитать из конфигурации. То есть, в коде драйвера мы работаем потом с этими константами. Ну да. Ну то есть, вот это стандартный. Вот это параметр, который Hadoop передается. Я говорю, мне, пожалуйста, ты специфицируешь, мне, пожалуйста, редюсеров 4. Еще можно специфицировать, оперативной памяти. Еще можно еще что-то специфицировать. То есть, мы эти входные параметры можем получить и в конфигурацию засунуть. То есть, мы же можем с разными запускать, и конфигурация пусть лучше зависит у нас от входных параметров, чем у нас будет жестко в Java коде будет прописано, что-то такое. Ну это опять же такая вот практика хорошая. Далее. Вот простой пример, как в коде драйвера работать с такими константами. То есть, у меня, например, переменная, я просто говорю, так, а в какой директории у нас вход, например. Ну, пожалуйста, получил, и в конфигуратор кинул. Запустили, упало. Нужны тесты, нужен G-Unit. Есть у нас G-Unit, можно написать вот такой вот MapReduceUnit HelloWorld, у него есть вполне себе before, который вы можете сделать полноценный сетап. MR-Unity, это отдельная MapReduceUnity, это отдельная история, но по сути они работают с MapReduce-классами, обращаются точно так же к драйверу, вы его как-то специфицируете, говорите, какие вы классы опять что-то передали. И вот, у меня простой тест, который там, я кладу текст, в CatDog, говорю, что считать их как единички, ну и вот он у меня там что-то делает, проверяет, что все хорошо. То есть, у тебя могов таких, да, получается? М? могов таких, получается. Ну да, то есть, ну это, в принципе, похоже на классические G-Unity, и опять же, вот это когда можно запустить? Вы можете этот MR-Unity запустить, когда вы на local машине запускаете, но если вы на кластере начнете запускать эти юниты, ресурсов вовлечется много, чтобы посчитать, что у вас один котик, еще одна собачка. То есть, в реале, все классы загрузятся, таски могут назначиться, то есть, это все пойдет, а на входе у вас будет один маленький блок, там, размером, ну это будет дефолтный блок, 128 мегабайт, HDFS, в котором будет 11к. То есть, все-таки он внутри там запускает не только там какие-то свои минимальные наборы моков, минимальные, да, но минимальные может достаточно большим быть. Вот, я про это. Hadoop.joba, который в итоге стартует, например, чтобы наш wordcount сделать, то есть, мы в сервис обратились, он пошел, стартовал, например, мы сказали, что у нас должно быть там два редюсера или четыре, он стартовал, стартовал сколько может мапперов, мы особо его не ограничиваем, тут он параллели как хочет. Вот почему так получается, что мапперы, мы их, скажем так, не так сильно рули, мы их может быть сколько угодно, это просто раздел данных и простое сопоставление по ключам. И мапперов может быть много в цепочке, ну вот здесь у нас один маппер, один редюсер. Разделили, сделали. Очень часто в простых примерах вообще по умолчанию, я уже сказал, запускается вообще один редюсер. Потому что мы уже много час маппили, теперь надо как бы агрегировать. Вот, иногда, если мапперы, ну, редюсер один, вы выделили ему там 10 гигабайт памяти, много ресурсов, иногда определяется еще такая штука комбайнер, похожий на шафлинг, только тогда в рамках, вы можете сделать, короче, маленький редюс прямо здесь на ноде, то есть у вас, посчитать только автомобили, например, и оленей, конкретно на этой ноде сагрегировать уже, и агрегированы результаты при помощи редюсовской функции. Вот я когда сделал, помните, в коде вот здесь вот у меня сидел комбайнер, комбайнер, вот здесь вот был внизу, установить комбайнер класс, я передал туда редюсер класс, при этом комбайн выполнится на стороне нод, которые еще мапперы делают, но при этом, но при этом, мы уже по сети будем пересылать уже сильно сагрегированный результат. Это вот такая фишечка. А в каком месте тот чувак, который делит файлы на строки? Это делим файлы на строки, мы делали в маппере еще сейчас. Вот здесь вот string tokenizer использовался. То есть, то, что текст передали, value, это весь файл целиком? Да. Ну, то есть, неважно, файл на строки не мы разделили, то есть файл на строки должен быть распиливаемым. Давай. Вот. А каждая строчка уже воспринимается, к ней уже string tokenizer вполне себе применяется. То есть, каждая строчка кладется в текст. На вход к мапу приходит, вот текст value. А, строчка приходит. А кто вот файл на строки распиливает? А, ну, сплитер. 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 Его можно переопределять, но по умолчанию он просто распиливает любой, ну, последовательный файл просто на строчке. В HDFS обычно... Это же полкное распиливание. Ну да, есть дефолт, можно переопределить, но я когда текстами работал, особо никак не переопределял. Когда, наверное, более сложный какой-то формат. Там можно, например, про параметр, про сколько строк. Ну, вот такими штуками можно. Допустим, такой вариант, что нужно посчитать, сколько абзацев, допустим, вы не имеете. Ну да, я согласен, тут нужно уже будет помудрить, потому что я согласен. то есть, сырой файл весь не переслать, по строчкам будет не караивать. Ну, можно по красным строчкам считать, ставить один, если я встретил красную строку, то есть, по-другому решить эту задачу. ну, то есть, да, это хороший вопрос. Ну, то есть, да, это вот та стадия сплитинг, она просто реже, еще перепределяется, я не стал, чтобы показать. Ну, вот она отдельно идет. Так, опять же, надо все время, вот на вот этих вот вещах, все эти штуки ранятся в GVM. Как не забывать о GVM? Вот, опять же, в нашем Horton фреймворке, у нас есть штуки, где можно лазить, я понимаю, плохо видно, но, вот здесь можно указывать, непосредственно, например, для каждого маппера, например, запустить его с такими-то настройками, там, для памяти, поколений между ними, там, для Java, все дефолтные флаги, которые для Java валидны, вы просто их вставляете, когда он запустится на GVM, он там будет использовать, там, если это 7-ая Java, там, сколько под первым ген выделить, сколько под хип, и так далее. То есть, все, что вы знали о GVM, можно переиспользовать. И можно тюнить Hadoop, просто тюнить GVM. Это вот здесь вот можно сделать, можно запускать самому с флагами, любой процесс, любой маппер, редюсер, но можно сделать это вот, сделать конфиг один большой. Есть еще один дефолтный конфиг на уровне всего Hadoop, чтобы не каждому непосредственно указывать. Тогда вы просто меняете там дефолтные значения, очень маленькие, там, что-то на маппер, 256 мегабайт, я обычно ставлю там, гиг 2 хотя бы, ну, чтобы расходовать. А он на каждую джопу свою GVM запускает, или у него одна GVM, в которой он демокрически выбирает классы? Когда у нас, может быть, в принципе, на одну ноду одна GVM, вот, но, когда стартует, сейчас скажу тебе, когда стартует новая джопа, это, хорошо, вопросов. Вспомним, можно, короче, разносить это по разным GVM, но по дефолту это на одной GVM. Ну, то есть, это уже отдельная механика, когда ты понимаешь, что, ну, GVM тоже не может большому количеству памяти адресоваться. Простите. Простите. Кто-то звонит. Простите меня. Все, я выключу звук. Кто-то вот из организаторов хочет что-то мне сказать. Дышит в трубку. Да, и дышит в трубку. Сейчас я звук включу, не извлекаю. У вас осталось 7 дней. Всеми этими фронтами нужно кому-то управлять. Как я сказал, всем управляет Ярн, поэтому мы чуть-чуть ускоримся. Времени не очень много осталось. Суть в том, что MapReduce это всего лишь одно из приложений, которое можно запускать в Ярн. Можете Spark запускать в Ярн. То есть, шедулер и контейнеры для всех ресурсов, для всех этих маленьких задач, собственно, они, собственно, Ярн может решить, вы настройками Ярна можете решить на отдельной GVM-выполнительной. Это как бы джоглы запускаются в контейнерах. Контейнеры, тем и хороши, что их можно физически в одной машинке располагать, физически в разных. Можно Ярн выкилить, выпнуть как систему, и тогда у нас будет процесс полноценным процессом, без обертки. То есть, вот тут такая равенца. Вот в старых ходу он как запускался. Поднимался полноценный процесс, которому соответствовал процесс операционной системы. Все было так. Но идея контейнеризации в том, что ты говоришь, создай мне контейнер, там вот сделай такие вещи, а Ярн уже пытается разобраться с тем, на отдельный GVM ее поднять. Не отдельно. Но правда, я согласен, твой вопрос в чем, что когда мы мониторим GVM, получается в каком-то смысле мониторим, блин, ну не совсем то. За GVM скорее надо следить, сейчас, когда очень мало памяти, например, выделено по дефолту, ты понимаешь, что ты, во-первых, HDFS, например, блок сказал, у тебя не дефолтный там будет, а 256 мегабайт, ты хочешь большие куски обрабатывать. И тебе явно, ну глупо, запускать на маленьком количестве памяти. Понимаешь, что это в памяти развернется гига в два. Чтобы это все влазило, один чанк, хорошо, когда влазит в один маппер, это очень здорово. Ты говоришь, а давай-ка мне хипа на каждый. И тогда, конечно, будет стартовать в этой ситуации отдельно. Это очень сложная история. Сам Ярн общается с HDFS, чтобы задействовать дата локалити, оптимизировать все свои ресурсы. То есть, вы можете положиться на дефолтный шедулер. Он неплох, он работает. Я, например, когда делаю какие-нибудь там, просто разрабатываю, я о нем не думаю. У нас отдельный, например, человек старается про это думать, он знает там Ярн, я знаю, что он использует разный шедулерн, как раз в мониторе, собственно, GVM. Причем GVM он мониторит даже не по этой схеме, что где-то что-то не хватило, было очень сложно. Как извлекать данные из Хадупа? Смотрите, я не знаю, сколько у нас совсем времени. Наверное, не очень много. У меня 14-12 написано. Но у меня еще такой хороший кусок. Короче, если кому-то надо будет идти уже совсем кушать, вы вставайте, уходите. Кто будет самый стойкий, я ему до конца это расскажу. У меня еще минут 20-30, наверное. В общем, свин и шмель летят на помощь. И начнем мы со свина. Это, конечно же, пик. Вот у меня есть классический пример подсчет треугольников в графе. Это, я хотел просто, это сейчас не задача какая-то, разберу. У меня сейчас отдельная задачка, которую я разберу на пиге, которую мы решали с одноклассниками. Вот здесь просто подсчет треугольников в каком-то графе. То есть, что здесь происходит? Вы, общая схема выглядит так. Вы пишете какой-то текстовый файл. Потом этот текстовый файл надо будет положить просто в социальную папочку пик скрипты. Пик его подхватит, превратит его дальше в MacReduceJob, и все хорошо. Сверху настройки. Причем вот, если Хадуп раньше надо было настраивать, здесь есть простые настройки. Например, поставить дефолтную парализатор, поставить количество мам. Это все превращается во флаги. То есть, нам еще и настройки упростили. Можем прямо в скрипте говорить, этот скрипт запусти с такими настройками. Ты его, собственно, да, на основном о чем-то? Ну, нет. Ну, наверное, собственно, как свой DSL для трансформации данных. Я не видел аналогов. Вы берете, первую переменную грузите из input-а, что-то, при помощи оператора load. Можно определить формат, то есть, ты говоришь, обычно, если данные, нужна структура данных, в PIGU нужна структура. Он вообще всю оптимизацию свою делает на структуре. И ему без системы нельзя грузить. Говоришь, использую разделитель между полями, например, Source и DEST. То есть, два лонга. Я просто гружу два лонга. Потом, говорю, отфильтровать, соответственно, ну, ребра, у которых Source меньше DEST или следующий набор. Отфильтровать, что у меня здесь какая-то опечатка. Это не так важно. Дальше. Я делаю тройной джойн, то есть, вполне себе можно сделать какой-нибудь страшный джойн, для расчета, ой, не тройный, триадный джойн, чтобы посчитать триады мои. Потом, получаю все Эджи, не вдумайтесь просто в это, хотел конструкции подчеркнуть. Я, например, FOREACH, то есть, это наш полноценный FOREACH, говорю, для каждого из этого списка сгенерировать, это на самом деле такой Select. Блин, при помощи Scale объяснять. Лыхая идея. Но суть в чем, обычно практика такая, вы каждую трансформацию складете в новую переменную, и тогда для каждой переменной, например, можно выгрузить переменную на экран при помощи вот Dump. Можно я могу написать Dump Edges, и мне распечатают, например, верхние 10 записей. Он все, конечно, не будет печатать, потому что их может быть очень много. Он напечатает какой-то небольшой кусочек, чтобы вы посмотрели. Можно напечатать Explain, и тогда он вам объяснит, а какая схема у данных на этом этапе. Потому что он просчитывает всю схему, то есть здесь, согласитесь, схема совсем другая, чем здесь, последняя переменная. Это очень важно, скорее всего дальше конкретный пример, и мы чуть подробнее разберем. Конкретно вот этот пример, он вообще там в несколько апреля уже по поводу разберет. Ой, да, и вот ответ, абсолютно ты прав. То есть у нас может быть здесь набор операторов, load, filter, group, какой-нибудь co-group, тут дополнительная подгрузка у нас происходила, еще каких-то данных на этом этапе маленькой таблички. Это все, пик, и у него есть execution engine такая, она анализирует план. И смотрит, так, вот эти операторы, нам хватит одного маппера, причем она не строго делает, что каждый оператор делает. То есть она такая, вот эти можно так в один маппер соединить, вот тут что-то переставить, вот это здесь за редюсер, здесь вот эта операция и нужны мапперы редюсер, и эта операция мапперы редюсер. Это превратилось в такую цепочку, и это все там за вас, дальше начало молотить. Не надо писать вот тот java-код, который я до этого показывал. Можно писать такую штуку. Я очень люблю пик, хотя он немножко уходит со сцены. Итак, мы делаем отчет на пик сейчас. Я все равно встану, чтобы, может быть, пальцами еще сильнее показывать. В чем была суть? Я хотел сделать небольшой отчетик, в котором у меня были данные по демографии, то есть люди, у них есть айтишники, возраст, пол и регион, номер региона. И я загрузил еще их логины, то есть у меня были данные логинов, ну, это такой очень синтетический пример. Соответственно, здесь, в логинах, я что мог получить? Я мог получить таймштамп, я мог получить юзер агент, то есть когда кто заходил, с какого клиента и получилось ли у него. Еще у меня был гео айп, юзер агент, но это мне было не так нужно. Я хотел в целом понять, у меня люди, с каких регионов заходили и сколько людей по какому региону. То есть я хотел такую табличку, по-моему, с какого региона было, сколько успешных логинов, сколько неуспешных, может быть, с разбивкой еще по полу. То есть, например, регион 2, мужчины столько-то успешных логинов, дальше строчка регион 2, женщины столько-то успешных, регион 2, мужчины столько-то неуспешных, ну вот что-то такое. Для британских ученых какой-то сыгран не было. Это был один из промежуточных шагов для сборки фич для системы антиспам. Далее, например, что мы сделали? Мы загрузили, то есть у нас переменных демо-логин, на самом деле ничего не лежит, но для нас как бы что-то лежит. Это будет все выполнено потом, лениво. Но вот представим, что мы загрузили, у нас эти данные загрузились, вот по таким путям, из файловой системы. Я говорю, сгруппируй, то есть все логично, коллекцию логинов по юзер-иди и саксесс. Просто группы, мне не нужны все остальные поля, сгруппировал. Дальше говорю, мне пожалуйста логины для каждого, то есть я логины делаю вот так вот. Я для каждой строчки, которую я уже сгруппировал, сгенерировать флатом, то есть я расплющиваю, там просто, к сожалению, когда делаешь грубай, в SQL такой фигни нет. А там весь сложный ключ, как бы собирает из него еще одно множество, и его надо периодически расплющивать. Тоже сильно не вдавайтесь в подробности, нахлебайтесь, когда будете писать. Но суть в том, что мне нужно, я хочу оставаться в рамках плоских таблиц, поэтому часто использую оператор generate flatten. И говорю, почитай количество заходов, логин, таймштамп, я считаю, по количеству таймштампов, потому что по количеству ID это будет немножко другое, я количество юзеров посчитаю. Сколько было вообще логинов с группировкой по таким конкретным юзерам и их успехам. Дальше говорю, опиши, вот это очень полезный оператор, я так проверяю, что у меня структура та. Часто, чтобы узнать, какое поле ты хочешь достать, ты же забываешь, да, ты пишешь describe data и так далее. Потом я, все, вот это запомнили, примерно, что здесь произошло. Дальше я хочу подгрузить и заединиться, заджойниться с демографией моей. Демография, это вот это вот, где были, гендер, регион, эйдж и так далее. Я говорю, пожалуйста, заджойниться по ID, причем демографию по ID и логин дата по юзер ID, потому что и там, и там это был юзер ID, то есть я как бы специфицирую, что вот у этого возьми это поле, у этого, и он сделает джойн. Причем джойн неплохой, он неплохо соптимизирован, такой мерч сорта, он вполне себе используется, нормальный джойн мерчем, насколько я понял в реализации. Потом говорю, сгруппируй все это дело. И снова я говорю, для каждого результата сгенерирую, то есть я хочу примерно что выгрузить? Номер региона, пол, удачу входа и суммирую количество логинов. Чтобы это все, перед тем, как выгрузить, я такой проверяю, что у меня структура, все хорошо, то есть я все время пишу describe или dump, чтобы в тестовых, для отладки этих скриптов, это самое простое, что делать. И говорю, сохрани. Опять же использую пик сторидж. При этом, если я хочу прочитать от любого другого источника, пик сторидж обычно работает с текстовыми пайлами. Я в этой ситуации могу использовать hive сторидж, mysql сторидж, то есть есть огромное количество всяких функций, которые работают с разными сториджами. Вот это вам прикол. И вы можете написать свой. То есть пик сторидж это просто функция из джарника, который я подключил на этапе компиляции. То есть вот здесь никаких сложностей не было. При этом, если вы хотите все затюнить, вот сверху мы идем в шапку и пишу, у меня 64, поставил 64 цепу, давай параллель. Вот, ну, переименовал джобу, чтобы ее было видно в логах. Можно вот здесь установить такое свойство. И поставил, xmx выделил чуть-чуть побольше памяти себе в хипе для одной из операций. То есть child java ops. Это вот такой пример, что вы сначала разрабатываете скрипт, а потом тюните и тюните здесь же в скрипте. В этом плане пик хорош. Hive не настолько хорош. Давайте наберите еще терпения, сейчас будет самое классное. Ребята, держитесь. Я так и быть последнюю главу дропнул. Чуть-чуть у меня в трехчасовой это кейс ушло, все, нельзя узнать, правильно? Но Hive это тоже прикольно. Вы такие говорите, как снова SQL? Он стоял за дверью. В чем причина триумфа Hive? Ну, здесь все понятно. SQL всем знаком, все здорово. И у нас создаются две иллюзии, что можно делать join, и нам за это ничего не будет. И что у нас есть структура, и опять же можно работать со всяким SQL. Идея в том, что это выглядит прямо вот так. То есть вы, конечно, иногда специфицируете источники данных, там чуть выше другими операторами, но типичный подсчет, например, вот того, что я делал сейчас на пиге, будет еще короче при помощи Hive. Мне, например, просто нравится понимать, что я делаю с данными, чтобы потом это оптимизировать. Hive чуть сложнее тюнить и оптимизировать. То есть Hive работает с любым источником данных. Неважно, это таблица реально в базе данных. Или он вообще полез в Hadoop-кластеры, это превратилось в цепочку Map, придет джоб. Идея была в том, чтобы сделать единый интерфейс. Более того, GDBC-шный. Чтобы мы через GDBC сидели, все такие, и такие SQL-чиком пописывали, а это само лазило куда хотело, то есть используя разные драйвера. Это, конечно, мечта вообще кучи программистов. Причем в последнее время, из-за того, что RAM много, Hive может делать запросы, он выполняется реально там за 2 секунды. Ну что у нас, не было такого, что в SQL-базу за 2 секунды запрос работал. Вполне себе последовательный код получался. Мы ставили какой-нибудь тайм-аут или что-то такое, и люди жили с этим. Поэтому Hive начинает любить за то, что его можно втащить в обычный старый Java проект. Это довольно удобно. При этом тот же Join, ну, конечно, он страшен. То есть мы такие говорим, сейчас две таблицы за Join, на таблицу натравливается куча мапперов, потом происходит какой-то shuffle невероятный, редюсер, output. И, короче, вы ничего это не знаете, вы пишете на Hive, только иногда он выполняется 500 секунд вместо двух. И чтобы это оптимизировать, ну, можно есть в настройке Hadoop, но люди, которые пишут на Hive, они обычно уже не знают про настройки Hadoop. Они вот те люди в другой части. И все, последний момент. Давайте, давайте. Я верю в вас. Совсем пару слов про Spark. Начинать стоит, естественно, с Hadoop. Но почему от Hadoopов все начали сейчас отказываться? Много сохранений на диск все время. Реутат маппера сохранений на диск. Прочитать надо с диска. Реутат редюсера на диск. Если их много, все время на диск. Не очень много людей пишут MR-джобы. Ну, вы видели. Ну, что, вам понравилось? Да нет, я тоже как раз видел. Ну, отстой был полный. Ну, написал несколько. Не очень много. У меня фикс-скриптов в моей жизни на порядок больше. Он очень плохо для итерационных вычислений. Опять же, то, что все время кладете на диск. И, в общем, MR был слишком долго на коне. Гугл его больше не использует. Это отличный повод запросить. Вам придет систему вычислений. Как это выглядит все на... Я обещал показать, как это все выглядит на скале и спарке. Выглядит это вот так. Не то, что я там скал очень люблю, но вот так писать чудо. Points это какая-нибудь RDD, Distribute Collections. То есть она как-то там сама распределяется на серверах. Вы говорите, прочитай мне, пожалуйста, долготу, широту из твитов. А теперь, пожалуйста, натренируй модель. Из машинного обучения он подрубил ML-лип. Он тебе, пожалуйста, натренировал модель. То есть вы со всем этим работаете. Вот в этом пайплайн-стиле. Ну, на Java просто чуть больше классов на седьмой. Ну, вы понимаете, там спецификация типов появляется. Но суть примерно та же самая. Вы создаете пайплайн, читаете при помощи хаева из источника данных. Или Spark SQL. Вот здесь Spark SQL, но он выглядит как хаев. Делаете что-то с данными, потом тренируете. И, ну, это просто сказочное. Писать программу WordCount выглядит так. Вы говорите, дай мне, пожалуйста, конфиг. Ну, пару настроек. Получить контекст. Прочитать файлик. Вот эта функция, это сохранить файлик. Все. Здесь сейчас мы пишем MapReduce. Смотрите, MapReduce. Оп. И написали на Scala MapReduce. Все. WordCount. Вот это весь WordCount на Scala и Spark. То есть, я просто вставил, ну, и правда, будем честны, вы скажете, это же MapReduce, просто Scala MapReduce. Не совсем. Пока мы сидим в Spark, это не Scala MapReduce, а это MapReduce настоящих мапперов и редюсеров. Если мы захотим подключить движок, то это будет при помощи мапперов и редюсеров выполняться. Это настоящие, полноценные, распределенные коллекции. А для нас выглядит, как будто мы просто написали функцию. Поэтому обязательно надо ходить. Все. Давайте я на этом завершу. Я вижу, что вы увидите презентацию. Там еще несколько буквально строчек будет.